Уважаемые слушатели, сегодня мы с вами переходим к очередной лекции, которая будет называться технические измерения. В современном массовом и крупносерийном производстве размеры обрабатываемых деталей проверяют с помощью особых контрольных инструментов, калибров. Давайте мы поговорим немножко о них. Итак, калибр, что у нас это такое? Это бешкальный контрольно-поверочный инструмент, предназначенный для контроля правильности размеров или формы изделия, либо взаимного расположения его частей. В зависимости от способа оценки годности контролируемой детали, калибры бывают нормальные и предельные. Нормальные калибры используют для проверки степени соответствия действительного размера обработанной детали ее номинальному размеру. Эти калибры широко применялись, когда еще не было известен принцип работы по допускам, когда на рабочих чертежах деталей указывались только номинальные размеры. В настоящее время нормальными калибрами служат различные шаблоны, предназначенные для проверки радиусов, углов, сложных фасонных поверхностей и прочее. Сам по себе нормальный калибр – это однозначная мера, которая воспроизводит среднее значение, значение середины полюдопуска к контролируемому параметру. При использовании нормального калибра о годности детали судят по зазорам между контурами детали и калибра. Оценка зазора и, следовательно, результаты контроля в значительной мере зависят от квалификации контролера и имеют субъективный характер. Если же говорить о предельных калибрах, то они получили самое широкое распространение. Они не требуют высокой квалификации рабочего контролера, как нормальные калибры, и исключают субъективность оценки результатом контроля. Предельным калибрам нельзя определить числовое значение действительного размера, можно только установить, находится ли этот размер в пределах заданного допуска, то есть не выходит ли действительный размер за пределы допустимых предельных размеров. И определяя годность детали по размеру с помощью предельных калибров, осуществляют контроль ее предельных размеров. И по своему назначению предельный калибр делится на следующие виды. Бывают рабочие, приемные и контрольные. Итак, первый у нас с вами рабочий калибр. Что это такое? Рабочий калибр у нас предназначен для контроля размеров деталей в процессе их изготовления. Для проверки размеров отверстий внутренних размеров служит калибр пробка. Вот у нас с вами на слайде рисунок слева. А размеров вала, наружных размеров, калибр скоба. Вот у нас с вами на слайде справа. И калибр пробка, и калибр скоба состоят из двух калибров. Проходного, который обозначается буквами Пр, проходная сторона калибра. И непроходного, обозначается буквами Не, непроходная сторона калибра. Номинальные размеры которых равны предельным размерам проверяемой детали. Проходной калибр изготавливается номинально равным пределу максимума материала то есть у нас получается он контролирует предельный размер соответствующий наибольшему объему материала проверяемой детали это либо д-мин для отверстия и д-макс для вала непроходной калибр пределы минимума материала и контролирует предельный размер соответствующий наименьшему объему материала проверяемой детали соответственно D-max для отверстия и D-min для вала. Проходная сторона калибра пробки делается несколько шире, а не проходной, что в конечном итоге повышает срок службы калибра, проходной калибр изнашивается больше, чем непроходной, и позволяет одновременно проверять прямолинейность оси отверстия. При конструировании калибров следует соблюдать принцип подобия Тейлора, согласно которому проходные калибры по форме и длине должны повторять поверяемую поверхность детали, чтобы контролировать размер по всей ее длине, с учетом погрешности формы. Калибры для валов в виде колец менее удобны и более сложны в изготовлении, поэтому обычно их выполняют в виде скоб, которыми проверяют вал в нескольких сечениях. Результаты контроля размеров деталей предельными калибрами показаны на этом слайде. Деталь считается годной, если она проходит через проходной калибр и не проходит через непроходной. Это значит, что действительный размер детали, D2 для отверстия буквы большая и D2 для вала буквы маленькая, не меньше наименьшего и не больше наибольшего предельных размеров. Если деталь не проходит через проходной калибр, значит, действительный размер отверстия, например, D3, меньше наименьшего, а размер вала D3 больше наибольшего предельных размеров. То есть деталь относит к исправимому браку. Если деталь проходит через непроходной калибр, она признается неисправимым браком. В данном случае это размер D1 для вала и для отверстия соответственно. Все калибры, используемые в производстве, они соответствуют разным стандартам. Вот здесь вот на слайде приводится перечень основных стандартов, которые используются при разработке калибров, при конструировании. Что стоит отметить, что в процессе работы рабочие проходные калибры изнашиваются. Это приводит к изменению их размеров, а значит и к изменению контролируемых деталей, что может повлиять на характер соединений деталей. Поэтому износ проходных калибров допускается только до определенного предела. Величина износа проходного калибра приблизительно равна допуску на его изготовление. Рабочие непроходные калибры практически не изнашиваются или изнашиваются весьма незначительно. Поэтому на эти калибры допуск, на износ не установлен. Если придерживаться принципа, что размеры деталей не должны выходить за пределы основных допусков, то все ошибки измерения, а следовательно и погрешности рабочих калибров, поля допусков, на их изготовление и износ должны укладываться в поле допуска деталей. Это то, что как раз видно на нашем слайде. Но в этом случае значительно сокращается производственный допуск на изготовление деталей до Т-штриха. То есть у нас был с вами изначально допуск Т-штриха. Но если мы включаем вот эти поля допусков, то у нас с вами получается всего-навсего Т-штрихом, то есть значительно меньше. И в точных квалитетах у нас получается, там где допуск на размер малый, Такое расположение полей допусков на калибре затруднило бы изготовлением наших деталей. Расположение полей допусков рабочих калибров относительно поля допуска деталей отступает от указанного принципа и зависит от квалитета и номинального размера деталей. Вот, например, для размеров до 180 мм, это у нас с вами на слайде рисунок слева, у нас поле допуска на изготовление непроходных калибров располагается симметрично относительно соответствующего наибольшего для отверстия и наименьшего для вала предельного размера деталей. Середина поля допуска на изготовление проходных калибров сдвинута внутрь поля допуска деталей на величину Z для калибров пробок и Z1 для калибров скоб от соответствующих границ поля допуска деталей, предела максимума материала. Установлены два варианта расположения границы износа проходных калибров. Для квалитетов 6-8, когда допуск размера мал, поле допуска на износ частично выходит за границу поля допуска деталей, а на величину Y для пробок и Y1 для скоб. Да, и второй вариант для квалитетов с 9 по 18, а когда допуск размера относительно велик, то у нас получается, что граница предельного износа совпадает с предельным размером деталей. То есть Y равняется 0, Y1 равняется 0. На рисунке справа у нас с вами указана ситуация для размеров свыше 180 мм. То есть у нас с вами получается, что поле допуска непроходного калибра, граница износа проходного калибра сдвинута внутрь поле допуска деталей на величину α для пробок и α1 для скоб. Ну, соответственно, этот сдвиг нам позволяет компенсировать погрешность контроля деталей калибрами и исключает выход размеров деталей за границу поля допуска. Для контроля размеров деталей точнее 6-го квалитета калибры не применяются, так как значительно сокращается производственный допуск на выработку деталей. Даже для 6-го квалитета производственный допуск может составлять только 50% и менее табличного допуска. Вот это как раз видно на данном слайде. Чтобы проверить ступенчатые размеры, глубину пазов, отверстий, высоту уступов и так далее, применяют предельные калибры, представляющие собой ступенчатые попластины разной формы. Вот они представлены на данном рисунке. Стороны калибра, соответствующие предельным размерам, обозначаются буквами B, большая и M, меньшая. В зависимости от конструкции калибра и выбранного метода контроля размера деталей различают три схемы. Первая, когда размеры сторон B и M при износе уменьшаются. Вторая, размеры сторон B и M при износе увеличиваются. И третья, размер стороны B при износе уменьшается, стороны M увеличивается. Контроль размеров калибра по первой и второй схеме производится перемещением калибра, а по третьей схеме на просвет или покачивание. Приемные калибры, они у нас с вами предназначены для контроля готовых изделий представителям заказчика. А как правило, эти калибры не применяются, но в ряде случаев необходимо еще раз проконтролировать детали, и поступающие с другого предприятия в порядке кооперирования. Стандартам эти калибры не предусмотрены. Различают контрольные калибры КПР и КМЕ для проверки новых рабочих проходных и непроходных скоб и КИ для проверки износа проходной рабочей скобы. Они здесь в данном случае изображены на слайде, точнее расположение их полей допусков, что как раз является для нас самым важным. Калибры КПР и КМЕ являются проходными. Если слегка смазанные контркалибры плавно входят в соответствующую рабочую скобу под действием собственного веса, значит размеры рабочих скоб находятся в поле допуска. Калибр КИ является непроходным. Если этот калибр входит в проходную рабочую скобу, значит износ скобы превышает допустимое значение.